Главная ловкость, а не сила. Сегодня чемпион мира по дзюдо Максим Раков провел открытую тренировку с начинающими спортсменами Караганды. Буквально на прошлой неделе он привез бронзовую медаль с Кубка Европы. Мастер-класс по этому случаю оказался для молодого поколения как нельзя кстати. Подробности у Антона Александрова. Показать приемы дзюдо и воодушевить молодежь на занятия этим видом спорта – одна из целей проводимой открытой тренировки. Сегодня здесь занимаются несколько сотен спортсменов различных возрастов. Чемпион мира и участник Олимпийских игр проводят такие занятия нечасто. Именно поэтому они пользуются огромным успехом. В основном сейчас малышей очень много, потому что на это делаем такой уклон, что новых собираем с 7-8 лет и закладываем такой вот фундамент. Максим Раков буквально на прошлой неделе вернулся с открытого Кубка Европы под дзюдо. От Казахстана там принимали участие 28 спортсменов. Единственную медаль в копилку нашей сборной принес именитый карагандинский спортсмен. Бронза весовой категории до 100 килограмм. Однако буквально сегодня в личную копилку Максима Ракова добавилась еще одна юбилейная медаль. В первую очередь поздравляю тебя с успешным выступлением в Европе, где ты завоевал серебряную награду. В принципе, мы знаем, что за тобой еще большой потенциал, и тебя, впереди, конечно, ждут более высокие награды. Из-за того, что ты вносишь значительный вклад в развитие спорта не только в области, но и всего Казахстана, прими от нас, от республики, получается, государственную награду, которая была передана в управлении. Поздравляем тебя. Дзюдо – это один из видов боевого искусства или спортивной борьбы, где главное – ловкость, а не сила. Принципиальное использование силы соперника. Своим возникновением современное дзюдо обязана японскому педагогу и тренеру Дзигиро Кано. Первые школы начали появляться в далеком 1882 году. Сегодня же это направление спорта набирает обороты. Антон Александров, Дмитрий Оборог, Данил Заславский, 5 канал.